Исламское государство Исламское государство это принципиально новый феномен. И такие феномены в истории появляются на коне небольших геополитических изменений. Верхний уровень, о котором мы не знаем, кто входит реально в руководство исламского государства, потому что Багдаде, с моей точки зрения, это чисто подставная фигура. Это нереальный руководитель. Отцом исламского государства, вот на этом прежде всего уровне, являются специалисты из иракских мухабарат. Вы знаете, что при Саддаме Хусейне структура мухабарат, структура спецслужб Ирака, одна из самых эффективных в мире, состояла из девяти спецслужб. И Саддам, кстати, при помощи некоторых специалистов из КГБ, построил эту структуру таким образом, что они балансировали друг друга. Но там в течение 20 лет сформировался очень важный, очень опытный кадровый костяк. А балансиром являлась партийная разведка. Мухабарат Хизбия. Когда в 2003 году американцы вошли фактически без боя в Ирак, и когда на улице оказались 80-90 тысяч офицеров иракской армии, благодаря человеку, которого Кандализа Райс, тогдашний государственный секретарь, назначила правителем, руководителем аппарата администрации Ирака, но который не знал ни арабского языка, не знал ни Ирак. Но одним из первых его решений была люстрация, чтобы члены БААС, члены спецслужб, члены АМИ, не участвовали в госструктуре. И вот тогда возникает вопрос, куда делись эти 80-90 тысяч офицерского корпуса, одного из самых лучших в мире. Это очень профессиональная структура. Очень профессиональная структура. И то, что сейчас там нет внедренной агентуры, что у нас фактически нет, не у нас, даже у разведок, нет информации по поводу того, что происходит внутри, какова динамика военной тактики и военной стратегии ИГИЛ. Это показатель высокого профессионализма. Я думаю, что пропаганда ИГИЛа одна из самых лучших сейчас в мире. Это тоже показатель чего? Показатель хорошей кадровой работы. На стороне ИГИЛ сражают представители молодёжи 87 стран. И иногда доходит до курьёзов, когда на стороне ИГИЛ воюют курды, например, против Пешмерга. Когда приезжают евреи из Европы, принимают ислам и сражаются на стороне ИГИЛ. Что-то такое есть там, что привлекает внимание. Происходит объективная радикализация в мире. Это, кстати, касается не только исламского мира, но именно в исламском мире происходит наибольшая радикализация. И в этом смысле дискуссионные центры, это, может быть, хорошо было ещё вчера, после вчера, но сейчас, когда это становится одним из ключевых компонентов идеологической борьбы, проблемы, что такое справедливость. Может ли мусульманин жить, например, в несправедливом обществе? Может ли он в несправедливом обществе соблюдать свой иман, развивать свой иман? Есть сказания, есть пророк, пророк, салаллаху ассалим, говорил, мусульманин, мусульманин, если у него есть выбор, если у нас есть выбор, жить в государстве, которое возглавляет не мусульманин, не мусульманскому, но в котором большая справедливость, или жить в мусульманском государстве, где справедливости нет, он должен выбирать то государство, где есть справедливость. Почему? Потому что в справедливом обществе он может развивать свой иман, свою веру. А в квази-исламском государстве, где только есть слова некие, а справедливости нет, он этого сделать не может. Поэтому проблема справедливости, проблема смысла жизни, она сейчас резко обостряется. Вот, кстати, проблема смысла жизни – это тоже проблема. Люди приезжают, потому что они считают, что да, вот это дело, и за это дело можно отдать свою жизнь. История человеческой цивилизации показывает, что в конечном счете побеждали те идеологии, те политические направляющие, где было большее количество людей, готовых за свои идеи отдать свою жизнь. И когда вы встречаетесь с людьми, которые, так сказать, готовы отдать свою жизнь за совокупность идей, в которые они верят, в которые они защищают, то здесь просто какими-то фетвами улемов, дискуссиями и так далее уже не отделаешься. Время прошло.